В самом деле, я не думал, что этот момент недостаточно понятен. Точка переворота, точка рождения, как мы говорили о схватках, об опасности. Что это за точка? Она очень особенно тем, что человек находится под ужасным давлением. Находится в смертельном страхе, и для него предыдущая жизнь закончилась или заканчивается. Грядущая жизнь совершенно никак не представляется. Это должно открыть ему новый мир. Он не понимает, с помощью чего можно существовать. Потому что нужно, скажем, заткнуть открыто и открыть заткнутое, как у нас. Ну, похоже на материальные роды. Еще и еще. И если мы стремимся к духовному рождению, то мы должны представить себе это состояние очень реальное. Как можно более приближенное нашему пониманию чувства. И в соответствии с этим, продвигаться к этому и готовить себя. Чем мы больше подготовим себя к этому состоянию, тем мы ближе к нему придвинемся. То есть я должен быть в силе, в силе разума, в физической силе, в организационной силе, в деле и во всем. Организован к тому, чтобы прийти к состоянию, которое для меня самое трудное, какое только может быть. Назад пути нет, вперед двинуться невозможно, как в побеге из Египта. Перед нами Красное море, сзади войско фараона, его всадники и так далее, и так далее. И убежать некуда. И еще всякие там подобные описания. Все это тяжело, все это очень стрессово, и все это очень угрожающе. Мы должны идти навстречу этому. Не так, чтобы кто-то еще нас к этому подталкивал или заставлял нас, а мы бы находились в каком-то там расслаблении и искали бы... Где самая... Не искали бы точку комфорта в самом состоянии. Я должен сам ввести себя в эти опасные состояния. Как бы, да? Если я делаю это пониманием и осознанием, то я понимаю, что это опасно только моему эгоизму. Это необходимо, это неприятно, но я делаю это сам. Понимание и осознание. Я сознательно вызываю эти схватки, эти проблемы, которые проявляются. Но они уже иные, они уже подслащены. Так что здесь есть в самом деле программа, которую мы должны выполнять. А мы не так уж хотим это делать, потому что это тяжело, это неприятно. Гораздо приятнее считать, что мы, да, продвигаемся, все нормально. Немножко страдаем от того, что мы недостаточно быстро продвигаемся, недостаточно получаем. Это не совсем то состояние, которое подразумевает духовное рождение. Нужно говорить, что если мы хотим прийти к духовным родам, то мы должны представлять себе состояние в группе, в каждом из нас, в нашей мировой группе также, как очень-очень напряженное, тяжелое и опасное состояние.